Слава Богу! Давайте еще раз воздадим Богу славу. Он достоин. Мне нравится всегда слушать разные языки и украинский. Правда, когда слушаешь украинский, вспоминаешь про белорусский. И я иногда себя чувствую потерянным человеком. По-английски с акцентом говорю, за 15 лет так и не мог выучить хорошо. Потому что из английского по-белорусски я теперь толком не знаю ничего сказать. А из-за белорусского по-русски не могу чисто говорить. Поэтому единственное, что в голову приходит, моя Родина на небесах. И когда-нибудь я буду все-таки говорить без акцента. Там на небе. Слава Богу! Вы готовы слушать слово? Сегодня самое замечательное время быть в Доме Божьем. И есть что-то особенное, когда мы приходим вместе. Давайте мы откроем Луки 12 главу. Луки 12 глава, 49 стих. Здесь Иисус говорит. Огонь пришел я низвести на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Мне этот стих заинтересовал очень сильно. Я начал смотреть разные переводы. О каком огне идет речь. Потому что в Библии разные огни упоминаются. И один из переводов, он с оригинала брал с еврейского, с греческого. И переводил на современно английский. Он очень интересно звучит. Здесь написано. Я пришел зажечь весь мир. И как же я мечтаю, чтобы каждое сердце уже пламенело этой огненной страстью по Богу. Вау! Меня это просто восхитило. Иисус поделился своим сердцем с учениками. Он приоткрыл свою мечту, свои цели. Он говорит, моя мечта, чтобы весь мир загорелся. Чтобы весь мир загорелся не просто каким-то огнем, но страстной любовью по Богу. Иисус уже начал работать над этой мечтой. Но она до сих пор еще до конца не осуществлена. И об этом бы хотелось сегодня немножко поговорить. О наших отношениях с Богом. О нашем огне к отношению к Богу. Чтобы мы могли сегодня анализировать свое сердце. И смотреть, что я сегодня могу сделать, чтобы стать частью мечты Бога. Ты можешь осуществить мечту Бога. Это просто вообще что-то восхитительное. Когда у тебя есть мечта, ты идешь к этому. Ты делишься с этим. Это столько много эксаймента во всем этом. И ты можешь быть частью вот этого, то, что у Бога на сердце. Луки 24, 32, еще один стих. Здесь написано. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда и здесь снял нам Писание. Я расскажу немного контекст этого стиха. То есть на выходных Иисуса предали, Его убили. Прошло три дня. И вдруг говорят, что Он воскрес. Кому-то Он уже явился. И идут два ученика с одного города в другой. И они в недоумении. Тут такие слухи ходят, что Иисус воскрес, тем явился, тем явился. И они не могут понять, что происходит. И к ним приходит просто посторонний человек, попутчик. Говорит, можно я с вами буду идти? О чем вы здесь разговариваете? И они идут просто с одного города в другой. И этот попутчик, незнакомец, просто начинает им изъяснять от Моисея, от всех пророков, по всем местам Ветхого Завета, объяснять, что так и должно было случиться с Иисусом. Что Он должен был воскреснуть. И когда уже они подошли к городу, они пригласили этого незнакомца к себе на ужин. И когда этот незнакомец преломил хлеб, у них открылись глаза. Так это же был Иисус. Но Он стал невидимым. Интересный момент в сердцах этих людей, то, что что-то отличало их от других разговоров. Я думаю, эти ученики знали историю хорошо. Они знали про Моисея, они ходили каждую субботу в синагогу. С одной стороны, этот попутчик ничего как бы нового им не сказал. В отношении мест Писания или еще чего-то. Но что-то было другое. Что-то внутри возгоралось. Какая-то реакция происходила. Что-то не оставляло этих людей равнодушными. И анализируя свою жизнь, я часто сойду с вопросом, загорается ли мое сердце, когда звучит слово Бога. Я могу его не узнать. Это может в лице другого человека. Это может в лице какой-то ситуации. Но если это Бог и внутри у тебя есть любовь по Нему, то ты просто не можешь быть равнодушным. И первое, что мы сегодня просто должны понять и проанализировать в своем сердце. Когда Бог говорит к тебе, когда ты слышишь что-то Божие. Возгорается ли у тебя внутри какая-то вот excitement. Заставляет ли это тебя просто вставать, хлопать, поднимать руки. Что-то, потому что огонь, он не бывает теплым. Не бывает теплого огня. А если огонь горячий, он не может оставлять ничего в статичном таком состоянии. Он всегда проводит движение. Поэтому мы должны сегодня смотреть в наше сердце и анализировать. Я помню, когда я учился в колледже, по средам у меня уроки заканчивались где-то в 6.30. Я просто летел всегда в церковь, чтобы в 7 часов мне быть в церкви. И признаться честно, ну в среду обычно не такая проповедь, как воскресенье. В среду обычно прославление, ну чуть-чуть не такое, как воскресенье, да? Но всегда что-то влекло туда. Меня не влекли песни, не влекло настолько слово, насколько влек меня сам Бог. И мне хотелось просто быть с Ним в его присутствии. И мне это время запомнилось, и ничего не поменялось и сейчас. Я люблю приходить на служение по средам. Потому что я хочу иметь эту встречу с Ним. И я знаю что-то особенное, когда я рядом с моими братьями и сестрами. Я могу молиться дома, читать Библию дома. Но есть что-то особенное, когда прихожу. И просто это вместе в одной семье мы приходим в присутствие Божие. Есть особенность сила, особенность присутствие Божие, когда мы вместе сходимся. Аминь? Поэтому когда ты понимаешь, что слушай, там есть Слово Бога, там есть Бог. И это отставляет тебя равнодушным. Нужно что-то делать. Нужно как-то смотреть, копаться внутри себя. Мне нужен огонь. Мне нужен огонь, по которому я должен разгореться. И он должен меня привлечь к Богу. Аминь? Один друг, вспоминаю, я молодежью занимался еще давно, это служение нес. И еще в другой церкви. Было так, что вот как-то родители мне доверяли. Если молодежь говорит, я с Вадимом, все, без вопросов. Мама звонит, там, подростку, 14 лет. Говорит, ты где, уже час ночи, я все не сплю, жду тебя. Я с Вадимом. А, ну хорошо, я пошла спать. Как бы все, без вопросов. Ну, и, конечно же, молодежь, они не глупые. Пацан, мой друг один так смекнул. И он, мама, я с Вадимом. И пошел. Я поехал к Вадиму. И пошел. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным, правда. И через время, оказывается, он к Вадиму, к Вадиму. Мама, конечно, с Вадимом все без проблем. А на самом деле, он там с девчонкой своей где-то тусил. Конечно, когда об этом узнал, ну неприятно. Вроде бы, знаешь, вдруг, и когда пользуются именем твоим, пользуются как бы отношениями какими-то, неприятно. И в отношении с Богом, когда огня внутри нету, остается одна форма, и мы приходим в церковь, делаем, ставим галочку, как бы делаем хороший вид. Но внутри вообще никакого просто как бы жажды, никакого рвения по Богу. Это то же самое, что мы прикрываемся Его именем, делаем вид, все хорошо, но на самом деле огня нет. Сегодня хочется просто, может быть, кому-то это будет в обличении, может быть, кому-то это будет в ободрении, но сегодня не хотелось бы, чтобы ни одно сердце осталось равнодушным. Бог хочет работать с нашими сердцами. Сегодня Его мечта, она в действии. У Бога есть стратегия, у Бога есть цель. Он хочет ее осуществить. И Он хочет, чтобы каждое сердце горело. Аминь. Задай себе вопрос, что ты чувствуешь, когда горит огонь? Что ты чувствуешь, когда вокруг тебя Бог движется? Хочешь ли ты быть частью этого? Мне вообще удивляет пример Иоанна Крестителя, когда ему было минус три месяца. Он был еще в очреве у Елизаветы. Ему было, он всего лишь шесть месяцев у Елизаветы была беременна, и тут к ней в гости приходит Мария. Она где-то три месяца беременная. И Иоанн бросается в пляски. Он начинает танцевать внутри Елизаветы. Вообще какая там связь была, что это за Wi-Fi, что за это Wireless Connection. Как он мог внутри Елизаветы чувствовать? Ну вообще практически зародыш у Марии. В три месяца ребенок, когда женщина беременна, три инча всего лишь. И Иоанн почувствовал этих три инча Иисуса, и ему было достаточно, чтобы просто начать танцевать. Давайте мы воздадим просто, слава Богу. Я верю, что на этом месте больше, чем три инча Иисуса. Кто с этим согласен? Сегодня здесь, на этом месте, есть полнота Божия. Не просто Христос, но воскресший Христос. И Он сегодня движется во всей полноте. Не бывает всего лишь чуть-чуть Духа Святого. Детям там детский Дух Святой, подросткам подростковый Дух Святой, а взрослым уже полный Дух Святой, как есть. Дух Святой, Он есть один полностью. И Он когда приходит, Он приходит как огонь. В Библии мы читаем, пламени появились у учеников, когда Дух Святой пришел. Когда Он приходит, тепло состояния просто не бывает. Приходит радикальное что-то. Аминь? Поэтому реагируй на Иисуса. И сегодня ты можешь посмотреть в свое сердце и увидеть, слушай, есть Бог, есть Иисус. И если ты остаешься равнодушным, если у тебя дома лежит эта Библия, а ты продолжаешь быть к ней равнодушным, если у тебя есть время, которое ты можешь уделять Богу в отношениях с Ним, но продолжаешь быть равнодушным, нужно поправлять наши светильники. Аминь? Сегодня на этом месте намного больше Иисуса. Иоанн Креститель, бывший там, Дух их соприкоснулся как-то вместе, Он просто начал радоваться. Когда мы проходим в церковь, это время просто радоваться, потому что здесь Сам Иисус находится. Мы должны просто подойти к тому моменту, когда ничего, то, что Божие, не ставит нас равнодушными. Не важно, что есть это, но если это Божие, оно не может нас оставлять равнодушными. Аминь? Гореть по Иисусу, это не только привилегия, но это также, от этого вообще зависит наша вечность. Один пастор сказал, если ты приходишь в церковь, ставишь галочку, но у тебя вообще нет никаких серьезных отношений по поводу Иисуса, никакой серьезности к молитве, к чтению Библии, если тебе из кафедры звучит от пастора слово, но ты не принимаешь это слово, чтобы работать над своей жизнью, изменять что-то, он говорит, просто считай себя потерянным человеком и в опасности. Потому что, давайте прочитаем следующий стих, Иоанна 5,3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. Иногда эти стихи очень запутаны. И нам можно читать 10 стихов, и там только запятые, только запятые, ни одной точки. Поэтому я начал просто как-то пытаться пережевывать это местописание. Что здесь говорится? Говорится, если ты хочешь сказать, что ты Бога любишь, то ты должен исполнять Его заповеди. Вот так ты доказываешь любовь к Богу. Очень ясно, да? Если ты не соблюдаешь Его заповеди, любви нет. Но дальше Иоанн говорит, Его заповеди исполнять легко. Очень легко. Не переживай, не думай, что их там много, что так все, так укомплексовано. Иоанн говорит, их легко исполнять. Почему? Потому что рожденный от Бога побеждает мир. Сразу напрашивается вопрос, если тебе тяжело исполнять заповеди Божии, победил ли ты мир? Рожден ли ты от Бога? Звучит так как-то, подожди, так всякий же верующий. Веруют и бесы веруют, но в районе они не будут. Я уверен. Сегодня время смотреть на наши жизни, на наше сердце и быть очень откровенными друг с другом. Потому что от этого зависит наша вечность. Если тебе тяжело идти за Богом, и ты пытаешься, но тебе тяжело, все очень просто. Тебе нужно идти к Богу и принять просто Его жизнь. Когда ты принимаешь жизнь Бога, ты побеждаешь мир. А когда ты побеждаешь мир, это легко. Знаете почему? Потому что когда ты влюблен, легко идти на жертву, легко тратить деньги. Ты просто влюблен. Я когда влюбился, я был студентом вообще, у меня ни денег, ничего, но я не знаю как, но раз в полгода мне где-то находил деньги летать в Беларусь к своей будущей жене. И сейчас даже знаю, откуда эти деньги появлялись. Наверное, вот любовь просто, творит чудеса какие-то. Но одна песня такая была интересная, меня всегда захватывала, там такие слова идут. Жертва, она приятна, потому что я влюблен в Бога. Жертва, она легка, потому что я влюблен в Бога. Вот и все. Когда ты принимаешь жизнь Бога, свою жизнь, ты побеждаешь мир. И заповеди его становятся исполнять легко. И потом ты доказываешь Богу, что ты его любишь. Не словами, но делом. Амин. Слава Богу. Знаете, не важно, если мы там с детства верующие, если там наша бабушка была верующая, родители верующие, что хочешь все время. Церковь нужен огонь. Сегодня. Вообще, отношение с Богом, Его присутствие, это просто что-то настолько захватывающее, настолько замечательное. Если ты не пережил этого, тебе стоит просто принять все усилия, любой дискомфорт, чтобы достичь этого. Это просто что-то восхитительное. Ты понимаешь, что Бог, Он реален, и что Он лично с тобой, и что ты слышишь Его, и то, что ты можешь говорить к Нему, и появляется диалог, это просто вообще необъяснимое что-то. Я хотел бы просто дать пару причин таких, почему я настолько сильно люблю приходить к Богу, в моих личных отношениях с Богом. Во-первых, Бог просто хочет с тобой общаться, просто так, как с другом. Он хочет с тобой дружить. Я помню, один раз смотрю новости, и там такой репортер, его звали Мэтт Лауэр, это самый был богатый репортер в Америке, вообще в всем мире, где-то 28 миллионов в год он зарабатывал. И вот он брал интервью, и у меня такая мысль, просто громкая мысль в моей голове. Тебя скоро разоблачат и уволят за твои превратные вещи, которые ты делаешь на работе. Думаю, ладно. Я отбросил сразу эти мысли, потому что, думаю, это не мог быть Бог, потому что, ну, как-то, а что я сделаю, что я позвоню ему, как бы напишу кому-то. Я не могу, нету смысла, вообще не вижу никакого смысла в этом. Это, наверное, просто мои мысли. Я отбросил это, через пару часов открываю новостной сайт, и в Брейки Ньюс, Брейки Ньюс, самый богатый, самый известный там репортер в Америке, уволен за все его эти вещи, которые он делал. Я тогда возвратился к моим местам и думаю, Господь, если это ты сказал, зачем? Я не вижу никакого смысла. И на мой вопрос мне сразу идет ответ, а зачем, а кто тебе сказал, что мне нужен смысл какой-то, или цель, чтобы с тобой разговаривать? Что это за друг, который звонит тебе только по делу? Что это за друг, который приезжает к тебе в гости и только если ему деньги нужны? Это не настоящий друг. Настоящий друг это тот, с которым ты просто можешь пообщаться, он приедет тебе, просто постучит, сюрприз, ты накроешь стол, чай, и вы будете общаться вместе. Бог шел уничтожить Содом и Гамору и потом говорит, ну разве это сделаю, не рассказавши моему другу Аврааму? Как я могу просто пойти и не рассказать ему? Хотя Авраам никак не повлиял на эту ситуацию. Он там пытался что-то сделать, но он ничего не сделал, не повлиял. И вроде бы смысла как бы особого в этом не было, что он ему сказал. Но они дружили. Сегодня Бог хочет общаться с тобой просто так, делиться с тобой секретами своими, как с настоящим другом. Разве это не восхитительно? Бог, ты хочешь мне сказать что-то, секрет какой-то и просто так, и вообще, без всякого там обличения, просто как друзья, я за, я за, я хочу дружить с таким Богом. То, что я недавно для себя также понял урок большой для присутствия Божия, то, что в его лице заключается все. В лице Бога ответы на все мои вопросы. пример Иова. Когда Иов страдал, все знаем, у него ужаснейшая была ситуация, столько всего, и при всех этих сложностях у него было очень много претензий к Богу, у него было очень много вопросов. Он говорил, если бы кто-то просто мне позволил пойти на суд с ним, я бы высказал свою точку зрения, я бы задал ему вопросов, пусть бы объяснялся мне, зачем он со мной так поступает. Это несправедливо. Он не соглашался ни с друзьями своими, ни с кем. То, что Бог сделал, несправедливо. И здесь приходит Господь, и на его вопросы он задает еще кучу вопросов, и кажется, все еще более запутанно. И вообще как-то не отвечает Иову на все его вопросы. И при кульминации всей этой истории и последняя глава заключения Иова. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Я не понял вообще реакцию Иова. Подожди, Иов, Бог не ответил на твои вопросы, твоя ситуация не изменилась, ты до сих пор больной, ты до сих пор покрытый проказой, а теперь ты просишь прощения? Что изменилось? Он говорит, мое отношение с Богом по сравнению с тем, что было сейчас, я слышал о нем ухом, мне нравилось, я следовал его заповедям как мог, но теперь это совсем другой уровень. Я встретился с ним лицом к лицу, и это все поменяло. В моей жизни где-то похоже может быть как о том, что свидетельствовал Вася Чаховский, последнее какое-то время тоже, последнее, может быть, полгода, какие-то атаки постоянно были, и по здоровью непонятно что, и финансы, и все настолько непонятно было в моей жизни. Я тоже ходил там к доктору проверяться, дали какие-то диагнозы, говорю, ну спасибо, хоть буду знать, как конкретно молиться об этом, а то молюсь, не знаю, как назвать эту вещь. И так, и какие-то мысли подступают, и непонятно, эмоции, и все, просто себя не узнаю. Я задавал, но столько вопросов Богу, я не понимаю, что происходит. Я думаю, может потом старею, уже скоро 30 лет будет, сейчас. Но я знал одно. Еще пока на ногах, слава Богу. Я знал одно. Стоит мне только прийти в присутствие Бога. И мне не хотелось читать Библию, мне не хотелось молиться, такое состояние. Но когда я приходил в его присутствие, мне просто минута-две, и мне как минимум на 50% становилось легче. Так, все, мне легче. Вот это мое свидетельство. И моя ситуация не изменялась, мои ответы на мои вопросы не приходили, но я встречался с Богом. И все менялось. Знаете, люди иногда попадают в депрессию, они идут к доктору, им дают таблетки, но таблетка не может излечить душу. Исцелить душу таблетка не может. Ее может исцелить тот, кто ее создал. Твое тело, никогда, никакой врач не сможет так излечить твое тело, как тот, кто создал это тело. Потому как прекрасно, когда у нас каждое воскресенье призыв идет, и ты можешь приходить, и ты можешь получать от Бога. И когда ты приходишь к Нему лицом к лицу, это совсем другие отношения. Это тоже самое, как этот мир сейчас. Столько вопросов. Если ты добрый, почему дети от голода умирают? Если ты такой сильный, всемогущий, почему эти войны? Почему у тебя терроризм происходит? Почему ты не вмешаешься? Много богословов пытаются на это отвечать, но мир это не устраивает. Никто никогда не сказал, а, ну хорошо, теперь понял. Такого не было. Но стоит человеку, который не встретился с Богом, мирскому человеку, встретиться с Ним лицом к лицу, он меняется полностью. Он приобретает новую жизнь, и вроде бы ничего не поменялось, а совсем другая, другая жизнь. Сегодня тебе, мне нужно приходить к Богу в отношении с Ним даже по этой причине. Просто бежать к Нему каждый день. Столько вопросов, столько всего в нашей жизни происходит, все бурлит, столько непонятного. Если ты не дашь Богу просто укротить этот шторм внутри тебя, будет кто-то другой. Аминь. Также последний пример. Хотел бы прочитать Иоанна 21, 4. Здесь очень интересная история описана. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. У Иисуса какой-то был, видно, прикол. Он часто появлялся, его не могли узнать. То с этими попутчиками никто не узнал, что это Иисус. И здесь появился, не узнали. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал, закиньте сеть по правой сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Кстати, вот эти последние три фотографии, которые вы видите, это я когда три года назад был в Израиле, мы на лодке поплыли по Галилейскому мору, и я сделал эти фотографии. Поэтому так немножко контекст. Лодка, Галилейское море, может быть там они рыбачили где-то вот утро раннее, и происходит эта ситуация. Дальше читаем. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр услышал, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, то есть где-то девяносто метров, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Я попрошу группу пославления, вы можете также потихоньку проходить. Интереснейшая история. Ученики пашут всю ночь без успеха. И тут приходит там какой-то человек, непонятно кто, может быть только видно было силуэт, может быть туман утрешний, еще солнце так не поднялось, но не узнали кто там. Человек говорит, у вас рыба есть? Ученики говорят, нет у нас рыбы. Он им говорит, забросьте сеть на другую сторону. Ну ладно, заброшу, что нам терять? Забросили, и чудо такое! И тут Иоанн смекнул, где-то мы это уже видели. И он закричал, это же Господь! Так, отвлекусь от темы, знаете, Библия говорит, по делам их, узнаете их, да? Мы часто маскируемся, часто думаем, никто не узнает, что там у нас творится, но мы все себя выдаем. Наши дела себя выдают. И иногда кто-то что-то сделает, вот хохол, вот бульбаш, или еще что-то. Откуда такая реакция? Да по делам своим выдает себя, да? И он говорит, вот это вот, Макоед, точно Матвеев, или еще кто-то. Как мы такие вот бывают фразы выкидываем? Потому что по делам. Вот есть определенные такие вот специфики, которые выдают нас. И вот здесь, по делам Иисуса, они узнали издалека, что это точно Иисус. Пару лет назад он точно так с нами сделал, сказал забросить эту сеть, и мы выловили столько рыбы. И когда Иоанн сказал, что это Иисус, Петр просто отделся, он пахал всю ночь, в одежде просто ныряет в воду и плывет на берег. Вообще киданул своих друзей, пусть они тащат эти рыбы к берегу. И казалось бы, вроде бы недалеко, помоги уже своим друзьям, доплывите, никуда Иисус не убежит. Петра это не устраивало. Я думаю, когда он пахал всю ночь, он тосковал по Богу, как никогда раньше. Иисус им говорил, придет день, когда вы будете мечтать, встретиться со мной лично, но вы уже не сможете. Я думаю, он вспоминал этот стих. Иисуса уже не было, это был только третий раз после воскресенья, когда Он явился им лично. А до этого каждый день, каждую ночь, все время вместе, Он тосковал по Нем. Знаете, у нас эмигрантов, мы часто по кому-то тоскуем. У кого-то родители там, за океаном, у кого-то друзья, братья, сестры. И так хочется увидеться, но не получается. Семья, деньги, это все дорого. И тоска. Как бы хотелось встретиться, да? А потом бывает встреча, долгожданная. Летишь, бежишь, обнимаешься, плачешь, смеешься. Встретился с долгожданным, долгожданным другом. Мне так всегда хотелось. Сегодня как-то Бог движется, наверное, более эмоционально. Петр тосковал по Богу. Мне всегда хотелось увидеть мою бабушку. Она умерла еще, когда я не родился. И вот смотрел на ее фотографии, и всегда хотелось познакомиться. Она бывает прислониться уже к животу мамы. Она была беременна мной. И говорит, вот, Вадим, с тобой я уже не познакомлюсь. Я всегда все детство смотрел на ее фотографии, у меня вот эта вот тоска. Мне кажется, вот где-то что-то похожее было у Петра с Иисусом. Они как-то разошлись с ней на хорошей ноте. И он, когда услышал, что это Господь, он просто побежал. Он нырнул, он плыл, ему по-любому было. Он не стал терять ни минуты. Я не буду терять ни минуты. Вот в этой вот суете, этой лодкой, этой рыбе я полетел к Иисусу. К Его берегу. Мы сегодня должны так полюбить Бога. Огонь, который не ставит наше сердце равнодушным. И пламенный огонь. Страстная любовь по Богу. Любовь радикальная, решительная, посвященная. Пусть сегодня мне не важен, какой дискомфорт должен ли я себе причинить, но я побегу, я поплыву к Его берегам, к Его присутствию. Пусть потечет макияж по моему лицу. Мне не важно, я должен с Ним встретиться сегодня. Мне не важно, как я буду выглядеть возле моего соседа, как я буду кричать или хлюпать. Я тоскую по Богу каждый день. Я так спешу закончить свои дела, чтобы быть в Его присутствии. Я люблю Его. Внутри меня горит огонь. Аминь. Иисус всегда влечет нас в Своим берегам, в свое присутствие. И знаете, Ему не нужна была их рыба. Когда они приплыли к берегу, там уже был костер, там уже жарилась рыба, там уже все было готово для общения. Иисус говорит, я все стою и стучу. И кто отворит мне, я войду и буду вечерить с Ним. Иисус говорит, я так хочу общаться с Тобой. Я так люблю Тебя. Ты часть моей мечты. Ты причина, почему я пришел на эту землю. Я пришел ее зажечь. Я пришел зажечь Тебя. И Он говорит, я мечтаю, чтобы это пламя не огня. Он уже возгорелся. Пламя не огня любви по Богу. Что-то сегодня внутри нас должно шевелиться. Сегодня должна произойти какая-то реакция. Хватит. Господь приближается. Он грядет. И Он ищет этот огонь. Сегодня недостаточно приходить в церковь и просто сидеть. Недостаточно приходить в церковь и просто быть. Ты должен гореть. Ты должен гореть, чтобы зажечь весь этот мир. И там, в этом присутствии, Божьем, на берегу, у костра, разворачивается диалог. Иисус обращается к Петру и говорит, любишь ли ты меня? Казалось бы, столько много нужно чего обсудить. Да ты и так сердце видишь. Ты знаешь, что Он скажет тебе. Но нужно много чего обсудить. Впереди миссия. Впереди нужно церковь настраивать. Нужно соседать церковь. Все дела творить. Там Петр должен быть главным. Столько всего нужно успеть сказать. Но Бог как бы это все ставит на трое планы. И Он просто задает ему вопрос, Петр, а ты меня любишь? Сегодня этот вопрос звучит каждому из нас. Любишь ли ты меня? Иисусу так интересно знать. Иисусу так важно знать. А ты меня любишь? И где-то внутри надеяться. Надеяться на да. Когда Иисус Умер, воскрес, Он был в своем Прославленном теле. В совершенном теле. Но Он оставил раны на руках, на ногах, В боку. По человеческим стандартам Это несовершенное тело. Но Иисус оставил, потому что Он хотел, чтобы это было Вечным напоминанием Его любви к нам. И в ответ Он задает вопрос, Любишь ли ты меня? Давайте мы встанем. Иисус говорит, Я пришел зажечь весь мир. И как же я мечтаю, Чтобы каждое сердце уже пламенело Этой огненной страстью по Богу. Любовь Божия, она горячая. Она радикальная, Она решимая, Посвященная. Я хочу быть в Его присутствии. Его присутствия накрывает для нас стол. Он общается с нами. Он отвечает на наши вопросы. Он работает с нашим духом. Там происходит самое важное. Единственное, что важное. Господь сегодня в твоей жизни должен стать не первым, но единственным. Первый, потом второй, третий, четвертый. Нет. Единственный. Если ты хочешь этого огня сегодня, Иди и бери. Я хочу сделать этот призыв. Если ты чувствовал, что душ святой тебя сегодня обличал, И ты анализировал себя и чувствовал, что да, нет огня. А может быть, он был, но совсем угасает. Нету этой радости, нету этого влечения к молитве, к слову. Но обыденность. Я хочу сделать этот призыв, чтобы ты пришел. Если тебе тяжело исполнять его заповеди, Если тебе тяжело идти путем Божьим, Тебе нужен Бог. Тебе нужно получить его жизнь. И тогда это будет легко. Будь откровенен с тобой, если тебе тяжело выйти. Получи огонь, который Господь хочет дать тебе. Зажги свою жизнь, зажги свой мир. Стань мечтой Иисуса. Он так любит тебя. Он хочет дать тебе ответ на все твои вопросы. Он хочет быть рядом с твоей болью, Твоих проблемах, Твоих сложностях, Твоих вопросах. Он просто хочет быть рядом с тобою. Но ты должен принять решение и идти. Идти к Нему. Во время этой песни приходи. Если твое сердце влечет, ты хочешь огня. Ты хочешь огня, Русь. Прежде всего.